Уважаемые коллеги, добрый день. Закончились выборы, вы победили на этих выборах. И, разумеется, я должен был бы вас поздравить с этой победой, пожелать успехов. Так, в общем, традиционно и заведено, я и делаю это с удовольствием. Но должен сказать, что цель и смысл нашей встречи сегодня не в этом. Но цель и смысл сегодняшней нашей встречи в том, чтобы понять, ещё раз понять и зафиксировать, что после победы вам не просто нужно радостно похлопывать друг другу по плечам и поздравлять друг друга, а осознать, что на этих плечах, на ваших плечах огромная ответственность за судьбу ваших регионов. А это огромные регионы, большие, там проживают большое количество наших граждан. В некоторых регионах свои очень острые проблемы далеко не решёнными являются до сих пор. И всё это будет на ваших плечах. Это первое. Второе. Вы это почувствовали, и в этом заключается смысл наших действий по совершенствованию политической системы страны за последнее время. Мы почувствовали, что работа в политическом поле стала более сложной, она стала в полном смысле конкурентной. В выборах принимают участие не только парламентские, но и непарламентские партии. Многие из них в регионах при выборах в законодательные органы достигли заметного улучшения своих позиций. Это говорит о том, что люди, наши граждане, ищут альтернативу, ищут тех, кто, по их мнению, мог бы эффективно решать стоящие перед ними проблемы. Мне, конечно, приятно отметить, что все действующие главы субъектов Российской Федерации, все победили на выборах. Но, повторю ещё раз, это лишний раз только говорит о том, что нужно собраться, выстроить нормальную работу, сформировать дееспособные команды, настроить людей на совместную эффективную деятельность. Я обращаю внимание также на то, что в некоторых регионах мы согласились с местными депутатами, что приведение к власти руководителей регионов может пойти через парламенты. Вызваны это особенностями этнического состава, прежде всего, даже не столько необходимостью обеспечить безопасность либо какие-то решить другие вопросы в этой сфере, а прежде всего, это традиции политической культуры, это многоконфессиональность, многонациональность, особый состав, этнический состав этих регионов, прежде всего, Кавказ, Дагестан, Ингушетия. Традиционно там всегда была ситуация, когда представители разных этносов занимали руководящие посты в республиканских органах власти. Сформировать с помощью прямых выборов достаточно сложно так вот гармонично, поэтому я думаю, что коллеги выступили правильно. Но, собственно говоря, это их дело, как выстроить эту работу. Закон, федеральный закон даёт право либо прямым тайным голосованием приводить к власти руководителя регионов РИБА, вот таким образом через парламент, это на их решение. Вот хотел бы отметить также, что Единая Россия несколько укрепила свои позиции по сравнению с выборами в парламент. Но и это тоже означает только одно, что это доверие гражданам должно быть оправданным. И в завершение вещь традиционная, но неформальная. Я призываю вас к тому, чтобы вы выстроили отношения со всеми своими не только группами поддержки, но и со всеми своими оппонентами, имея в виду, что и они, несмотря на то, что они проиграли, всё-таки искренне стремились к тому, чтобы получить эти инструменты власти для решения проблем наших граждан. И наверняка есть что-то и в их программах ценного, что можно было бы использовать для совместной работы, именно для совместной. Вот на этом я хотел бы закончить. И хочу вас ещё раз поздравить с результатом. Спасибо.